2020 год в немалой степени повлиял на человечество во всех сферах жизни, в том числе сказавшейся и на киноиндустрии. Для кино этот год выдался по-настоящему сложным, съемки новых проектов пришлось отложить, прокатные графики крупнейших студий были пересмотрены, а кинотеатры во многих странах до сих пор остаются либо закрытыми, либо малопосещаемыми. К тому же некоторые игроки рынка не смогли пережить сезон без заработка и объявили о прекращении своей деятельности. С вами программа Кинобизнес. Сегодня в выпуске подведем некоторые итоги Киногода, а также увидим продолжение эксклюзивного интервью с культовым режиссером Рашидом Нугмановым. На съемочной площадке Бигбалат Увалеев. Поехали! Один из главных новогодних семейных блокбастеров на этой неделе – фильм «Последний богатырь. Корень зла». Это продолжение российского приключенческого хита, вышедшего в 2017 году. Тогда фильм установил кассовый рекорд в домашнем прокате, собрав более полутора миллиарда рублей. В сиквеле главному герою предстоит вновь спасти родные земли и доказать всем, что он настоящий богатырь. Придет сила. Дай только время. Первый фильм серии «Последний богатырь» поставил кассовый рекорд в российском прокате, собрав более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Фильм рассказывал о простом москвиче Иване, который неожиданно переносится в сказочную страну Белогорье и выясняет, что он сын богатыря Ильи Муромца. Ивану вместе с известными всем сказочными персонажами нужно было победить страшное заклятие. В сиквеле главному герою снова придется спасать родную землю от зла. Зрителям обещают масштабный экшен и зрелищные битвы былинных богатырей. Давненько я служивых не ел. Сейчас отведаешь. Всех покрошу! Это что еще за летающая башка, а? Колобок. К слову, проект снят совместно с крупнейшей студией Disney и призван осовременить классические сказки. По словам режиссера Дмитрия Дьяченко, для фильма были взяты известные персонажи, знакомые каждому с детства и показанные под другим углом. Ревизия русских сказок в этом контексте привела к неожиданным выводам. Первоначальным ориентиром авторов были «Пираты Карибского моря», развлекательное фэнтези, действие в котором разворачивается по понятным для зрителя законам. В отличие от первого фильма, который снимали в предгорьях Кавказа, в сиквеле география съемок значительно расширилась. Съемочная группа картины работала даже в Сочинском национальном парке, где были найдены живописные реликтовые леса. Захватывающая семейная история «Последний богатырь корень зла» в кино с этой недели. Разберемся. Схватить! Каталоги онлайн-кинотеатров на этой неделе пополнил один из лучших фильмов программы последнего международного берлинского кинофестиваля «Мрачная история творческого безумия», пугающий триллер «Ширли». Нас пригласили остановиться здесь на пару дней, пока не найдем жилье. Нас Ширли иногда находит. Слышала, у нее не все в порядке с головой. Премьера фильма состоялась на одном из самых популярных кинофестивалей независимого кино «Санденс», где режиссер получила специальный приз жюри. В своем четвертом фильме автор типичных инди-драм о неустойчивой психике продолжает говорить о губительных маниях и темной энергии безумия. Неудивительно, что героиней ее нового фильма стала Ширли Джексон, классик американской литературы 20 века. В роли Ширли американская актриса Элизабет Мосс, знакомая зрителям по недавнему ремейку классики «Человек-невидимка». Что ты задумала? По сюжету фильма главная героиня в поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру и манипуляции на грани жизни и смерти. В фильме много реальных фактов, взятых из биографии Ширли Джексон, однако назвать проект биографическим нельзя. Образ писательницы ощутимо корректировался авторами, а основная сюжетная линия полностью выдумана. Триллер Ширли в онлайн-кинотеатрах с этой недели. В конце каждого года в сети интернет и не только публикуются рейтинги самых кассовых фильмов и главных провалов года. Но в 2020 году в этом разделении нет никакого смысла. Почти весь год был одним гигантским провалом. Кинотеатры во многих странах то открывались, то закрывались. В США до сих пор работает лишь четверть залов. И только Китай недавно пришел в себя и начал показывать почти докарантинные результаты. Программа «Кинобизнес» решила ознакомить вас с самыми кассовыми проектами этого непростого года. Общемировые сборы по сравнению с предыдущим годом, это 42 миллиарда долларов, обрушились до менее чем 13 миллиардов в 2020 году. В частности, в США дела с кинопрокатом обстоят куда хуже. В 2019 году самый кассовый фильм США собрал почти 860 миллионов долларов. Это были «Четвертые мстители». А аналогичную «десятку» тогда замыкал сиквел «Джуманджи» с результатом в 320 миллионов долларов. В этом году сборы в США упали почти в 6 раз. С 11 миллиардов до 2 миллиардов долларов. С другой стороны, топ самых кассовых картин года еще никогда не был таким неожиданным и интересным. Например, в «Мировой десятке» сразу два китайских блокбастера, о которых зрители США и Европы практически ничего не слышали. Первое место. 800. В это трудно поверить, но самый кассовый фильм 2020 года вышел в конце августа. Китайские кинотеатры уже работают в нормальном режиме, и зрители с радостью вновь заполнили кинозалы. Кассовый джекпот сорвала военная драма о четырехдневной обороне склада Сихан в Шанхае в 1937 году. Второе место. Плохие парни навсегда. Когда кинокомпания Sony готовила к выпуску этот фильм, она даже не могла предположить, что картина станет одной из самых кассовых в 2020 году. Фильм без проблем отбил свой 90-миллионный бюджет, а в разработку уже запущена следующая часть. Третье место. Довод. Чтобы выйти в ноль новому фильму Кристофера Нолана, надо было собрать около 700 миллионов долларов. Однако сборы едва перевалили за половину необходимой суммы и отпугнули другие студии от выпуска блокбастеров на много месяцев вперед. Четвертое место. Соник в кино. 85-миллионный фильм неплохо показал себя в прокате и даже принес прибыль. Продолжение сверхскоростной семейной комедии уже в планах продюсеров. Пятое место. Удивительное путешествие доктора Дулитла. Снятый за 175 миллионов. Фильм с Робертом Дауни-младшим – один из главных провалов этого года. Студия понесла убытки в размере 100 миллионов долларов. Также стало известно, что казахстанская черная комедия «Жанам, ты не поверишь», стартовавшая не так давно в крупнейшем российском онлайн-кинотеатре, установила рекорд по просмотрам и вошла в тройку лидеров среди зрителей из Казахстана, с чем мы и хотим поздравить всех создателей этого фильма. Главная новость для столичных киноманов на этой неделе – несомненно, открытие кинотеатра в Нур-Султане. С 26 декабря, согласно постановлению главного санврача города Жанны Пролиевой, разрешена работа кинопоказа со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест и рассадкой зрителей в шахматном порядке. В прокате можно увидеть казахстанские комедии «Папа по неволе», «Любовь на миллион» и «Базар жёг Мексика», а также блокбастеры «Довод» и «Мулан». Европейская премия в области кинематографии признала казахстанца Данияра Алшинова лучшим актёром. Звание лучшего актёра Данияра завоевал, сыграв в картине «Чёрный-чёрный человек» режиссёра Адельхана Ержанова. Генеральными продюсерами выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев. Напомним, драматический триллер рассказывает историю следователя Бигзата, который хочет вырваться из системы, угнетающей правосудие в его полицейском участке. Мировая премьера состоялась осенью прошлого года в Испании. На кинофестивале в Сан-Себастьяне. Сэнфорд Майзнер – один из самых известных американских преподавателей актёрского мастерства, методика которого легла в основу обучающих программ в университетах по всему миру. Теперь возможность обучаться по так называемой технике Майзнера появилась и у столичных актёров. Как известно, количество и качество казахстанского кино показывает уверенный рост с каждым годом. Этому в том числе способствуют принятые законы о кинематографии и приток в отрасль молодых творческих специалистов, а также доступность современной цифровой видеотехники. С ростом числа реализуемых кинопроектов растёт и спрос на отечественных актёров, как уже зарекомендовавших себя, так и новых лиц. С этой недели возможность исполнить мечту многих и сыграть в настоящем кино появилась и у столичных желающих освоить актёрское мастерство. По словам основателей так называемого киноклуба, режиссёра Мираса Тулиуханова и продюсера Амангельды Аубакирова, известных зрителям по фильмам «Карта мечты», «Весь мир у наших ног» и «Петля», курсы могут быть полезны не только для актёров, но и для всех желающих поработать над собственной харизмой. Наш курс рассчитан абсолютно на любого человека, который имеет свою детскую мечту. Обычно к нам приходят и говорят, у меня детская мечта – сняться в кино. Но у нас есть определённые требования. У нас курс состоит из двух этапов. Первый этап называется «Отборочный». «Отборочный» всего лишь длится месяц, где мы за этот месяц обучаем человека актёрству, после чего он начинает сдавать экзамен к концу месяца. И кто сдал экзамен и показал нам своё актёрство, вот этот человек попадает нам официально в клуб. А в клубе уже мы обучаем по американской методике. Режиссёр признаётся, что киношкола – это клуб, где учат ремеслу кинопроизводства быстро и качественно. Не по книгам, а на практике, применяя популярную на Западе актёрскую технику Сенфорда Майзнера. «Методика Сенфорда Майзнера, которая будет преподаваться в нашем клубе, она более основана, она похожа на спортивную изнурительную работу, где каждый актёр должен каждый день выполнять одни и те же действия. Задача этой методики, чтобы актёр спустился до уровня инстинкта, и он принимал импульсы партнёра, также на уровне инстинкта отвечал ему. То есть получается, что мы не играем, мы живём, понимаете, да? А это одно из основ актёрства в кино». Согласно отзывам учеников школы, обучение проходит в интересной форме и помогает раскрыть собственный потенциал. «Для меня первое обучение – это уже что-то было такое, очень много информации. Я, как сказать, проработала свои внутренние чувства, эмоции, научилась втаскивать свои эмоции из себя, показывать эмоции, чувствовать людей. Это для меня прям очень важно». Сегодня в традиционной рубрике «Интервью» вы увидите вторую часть нашей беседы с известным казахстанским режиссёром Рашидом Нугмановым. Напомним, на втором питчинге Государственного центра поддержки национального кино, который прошёл весной этого года, получил финансовую поддержку проект режиссёра под названием «Бату. Исторический детектив». Сегодня Рашид Мусаевич расскажет о своём втором проекте, задуманном к реализации. Это драматический фильм под названием «Бог». Вы заявляли о проекте «Бог», который вы готовите. Давайте немного поговорим о нём. Что это будет за фильм? На каком этапе он сейчас находится? Это современный фильм. Он полностью готов сценарий этого фильма. Мы его подавали на питчинг. Я думаю, мы будем подавать его на следующий также питчинг. И мы параллельно ведём переговоры с возможными сопродюсерами в России. Это история из четырёх персонажей. Единая история. Это не четыре разных новеллы. Это четыре судьбы, которых сталкивает одно нехорошее обстоятельство. Когда в горах, в наших горах, находят убитую семью лесника. И как это всё раскручивается, и кто виноват. И мы следим за четырьмя сторонами, которые так или иначе были вовлечены в этот несчастный случай. И так же, как Бату, я не знаю, почему-то меня, наверное, тянет на эти немножко такие истории с загадками. История с расследованием. Да, да, с расследованиями. И мы раскручиваем эту историю, которая так или иначе связана с трафиком героина из Афганистана через Центральную Азию, и там дальше, и в Европу, и в Китай, и так далее. Это очень серьёзная проблема. Они, множество публикаций, и силовые органы об этом много пишут, привлекают внимание к этой проблеме. Потому что она напрямую связана ещё и с экстремизмом. Но для нас самое главное не сам факт того, что есть такой трафик, или что есть терроризм, и так далее. А каким образом отражается на людях, на обычных людях, эта история, которая зацепляет эту проблему. И что объединяет эти четыре персонажа? Это, как ни странно, любовь. Так или иначе, каждый из них защищает свою семью. Или мстит за свою семью, которая погибает в этой войне. Ну, там очень много экшена, конечно. Это будет такой экшен-детектив. Да, да, потому что мы видим этот экшен на экране. Зритель, в отличие от Бату, Бату раскручивает им вместе с Бату. А мы видим, с одной стороны, события, которые происходят в наших глазах. А с другой стороны, видим оперативника, который расследует это дело. И пытается понять. И сам попадает под шантаж, и его семья под угрозу. Правда ли, что вы на одну из главных ролей хотели позвать популярного казахстанского рэп-исполнителя Скриптонита? Да, у меня там четыре вот этих персонажа, я вам могу их перечислить. Это вот этот лесник, семья которого пострадала в горах. Это следователь, который приезжает из Москвы расследовать это дело. Потому что там, в этом деле, оказываются замешаны интересы ближайших стран, ДКБ. Поскольку этот трафик пересекает границы. И это вот сама группировка, созданная из осколков, так сказать, вот этого, знаете, вот исламского государства, которые создают спящие ячейки повсюду. И в Центральной Азии, они есть и в России, где угодно. И четвертый персонаж, это вот как раз, который я хотел бы предложить Скриптониту, если ему будет интересно, на ту роль. Драгдилер, это такой драгдилер, но он, как любом драгдилер, высокого уровня, это не тот, который на улицах продает пакетики. Который организует трафик, логистику и вывод денег, и их отмывание за рубежом, в Европе. И этот человек, как бы создавший самого себя. И как у любого такого крупного драгдилера, у него должно быть прикрытие. Он должен быть не тем, как бы, да, чем он на настоящем деле. Но так получается, что он действительно занимается тем, что ему нравится, и он известный рэпер. То есть Адиль в фильме... В той же... Да, он будет с этой стороны самим собой, а с другой стороны вот эта выдуманная его линия, параллельная, где он вот обеспечивает вот этот вот многомиллионный, даже миллиардный бизнес. Разговаривали вы с Адильем или пока еще? Нет, пока еще нет, потому что я хочу... Я предпочитаю разговаривать, когда есть конкретика. То есть есть у нас возможности запуска, когда мы можем уже говорить о контракте. Вот так вот просто разговаривать, я разговариваю только с друзьями. Мы же с Адильем-то не знакомы лично. Я просто вижу, что это суперталантливый парень и человек, который может развиваться. И ту музыку, которую он пишет, это не просто такой заурядный рэп. Ему удалось создать нечто очень индивидуальное. И мне кажется, у него есть пространство для движения дальше. И в музыкальном смысле, и может быть музыки для фильма. Сейчас идет поиск инвестиций для фильма. И как только они будут найдены, проект будет запущен в производство. Все, сразу же, да. Сразу же мы начнем переговоры, как всегда, начинаем с кастинга. Ну, Рашид Мусавич, теперь хотели бы у вас спросить, не как у режиссера, а как у обычного зрителя, который следит за казахстанским кино. Что вам понравилось в последнее время из наших отечественных картин? Кого вы могли отметить? Ну, знаете, вот это вопросы на самом деле кинокритикам. Почему? Когда ты спрашиваешь об этом самого кинематографиста, режиссера, он всегда назовет что-то другое, обидится. Вот есть такой момент личностный в этом. Поэтому я предпочитаю вообще никогда не давать никаких-либо рецензий. Да, вот это хорошее, тут плохое, там, или еще что. Нет. Но мне очень, конечно, импонирует новое поколение молодых режиссеров, которые приходят. И с частной стороны, которые занимаются сейчас популярными комедиями, которые как бы завоевывают казахстанского зрителя, так и таких ребят, как, например, представители партизанского кино, Адельхан Ержанов, которые делают артхаузное. Я не люблю термин артхаузное кино. Это авторское кино. И в какой-то момент, я думаю, что артхауз – это ведь просто название клубного проката. Это маленький кинотеатр, где показывают только ограниченное количество копий, фильмов и так далее. Я предполагаю, что Адельхан мог бы выйти, например, и на уровень, как бы, такого мейнстрима. Для этого нужны определенные обстоятельства, определенный проект. Вот по той же причине я говорю, что мне очень интересно с Ерланом Нур-Мухамбитом работать. Нравится ли вам современная казахстанская комедия? Любите ли вы вообще жанр комедии? Нравится, я люблю комедию. Знаете, вот я вообще начал изучение драматургии еще со студенческой скамьи с Аристотеля. В Древней Греции было всего два жанра. Трагедия и комедия. Это потом какие-то из них стали называться там высокий жанр, низкий жанр. Это все выходило из народных празднований в честь Диониса. И трагедии, и комедии. И вся разница между ними, что в трагедии, в древнегреческой трагедии я имею в виду, позитивный персонаж, которого мы сочувствуем, терпит катастрофу. И в результате какой-то фатальной ошибки. А в комедии, наоборот, какие-то плохие персонажи подвергаются осмеянию и высмеянию. Это два базовых жанра, на базе которых развились все остальные жанры, которых сейчас мы имеем десятки. И никакой из них не может считаться более высоким или более низким. Жанры – это некий договор между создательным фильмом и зрителем, что мы следуем этим законам. Недаром говорят «законы жанра». Потому что зритель идет на фильм, чтобы посмотреть конкретный жанр, который ему нравится. А потом уже оценивает, насколько он хорош или плох. Тогда как на авторское кино идут конкретно на это. Я пойду на Тарантино, я пойду на Тарковского, я пойду на Скорсезе. Жанр играет немножко по другим правилам. Но посмотрите, в истории кино, если вы обратите внимание на великих режиссеров, подавляющее большинство из них работали в жанрах. Так что я очень уважительно к этому отношусь, и в том числе к комедии. Ну и в завершении нашего интервью, Рашид Мусаевич, можно ли услышать для наших телезрителей некоторые пожелания от вас лично? Ну, я бы пожелал, в первую очередь, конечно, кинематографистам успеха, удачи. Я думаю, что задора им тут не занимать. Меня очень радует, что очень большая волна приходит молодежи в кино, в кинематограф. Я пожелаю им всяческих успехов, и выйти за границы Казахстана, и быть признанными на разных территориях. Как фестивальных, так и кинотеатральных площадках, ближайших и далеких стран. Так что, всяческих успехов. И я за вас болею, и я уверен, что это будет. Ну, а мы желаем вам скорейшей реализации проектов «Бату» и проекта «Бог». Напоминаем нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях был кинорежиссер, драматург и продюсер Рашид Новманов. Рашид Мусаевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам. С вами была программа «Кинобизнес» — еженедельный журнал о событиях в киноиндустрии. Следите за новостями и первыми узнавайте о свежих релизах в следующих выпусках нашей программы. Увидимся на съемочной площадке. Субтитры создавал DimaTorzok